МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Вопросы экологии под пристальным вниманием властей. В Караганде прошли общественные обсуждения по вопросам экологической ситуации в Карагандинской области. В Караганде назначили нового Акима. Должность градоначальника поручили Ермагамбету Буликпаеву. Экс-градоначальник Нурлана Убакиров занимал этот пост 6 лет. Карагандинские пожарные занялись непривычным для себя делом. Они чистят дымоходы в частных домах. В регионе с 15 августа по 15 сентября прошел месячник пожарной безопасности. Президент Казахстана принял Акима Карагандинской области Женеса Касымбека. Глава региона рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона с начала текущего года. Отдельным блоком Касымжу Мартутукаеву доложили о мерах по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции в области, в том числе о подготовке к возможной второй волне. Женес Касымбек рассказал о работе по подготовке медицинской инфраструктуры и кадров. В завершении глава государства дал Акиму Карагандинской области ряд поручений, в том числе связанных с привлечением инвестиций в регион и созданием новых рабочих мест. Вопросы экологии под пристальным вниманием властей. Ежегодно 17 крупнейших предприятий региона выбрасывают в атмосферу порядка 600 тысяч тонн загрязняющих веществ. В Караганде прошли общественные обсуждения по вопросам экологической ситуации в Карагандинской области, в том числе в городах Жизказган, Балхаш и Тимиртау. Карагандинская область – промышленный регион. Раньше предприятие не заботил вред наносимой экологии, поэтому современникам достался воздух сомнительной свежести, загрязненной атмосферой почва, а как следствие проблемы со здоровьем населения. Теперь все эти вопросы решают на уровне Министерства экологии. Вчера, в городах Жизказган, Балхаш и Тимиртау, в городах Жизказган, Балхаш и Тимиртау. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы подписали дорожную карту с Министерством экологии по снижению выбросов на 30% к 2024 году. Это очень большая цель для такого крупного предприятия, как «Арселор Миттл Тимиртау». Работаем с агломерационным и коксохимическим производствами. Мы разработали четкий план действий и шаг за шагом его внедряем, несмотря на то, что потеряли время из-за пандемии. Государственные органы в рамках своих компетенций принимают меры по улучшению экологической ситуации в области. Существует комплекс нерешенных вопросов, который требует системного подхода и совместного решения со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому в общественных обсуждениях приняли участие представители крупного бизнеса. «Арселор Миттл Тимирта» В первую очередь экологические проблемы сказываются на органах дыхания человека. Карагандинский регион – один из лидеров в стране по ранней выявляемости онкологических заболеваний. Высококвалифицированные врачи и современное оборудование помогают выявлять новообразование на ранних стадиях и успешно лечить онкобольных. «Арселор Миттл Тимирта» «Арселор Миттл Тимирта» В ходе слушаний также обсудили проблемы социального паритета в деятельности крупных организаций. В частности, вопрос по разработке программ социального развития региона, в которых приоритет необходимо дать новому медицинскому кластеру. «Арселор Миттл Тимирта» В том числе, в общем, мы с нами обсуждали, что не было, что мы будем делать для этого, чтобы мы не будем делать. В завершении встречи спикеры ответили на вопросы экоактивистов. Вице-министр экологии Ахмеджан Примкулов предложил властям региона разработать дорожные карты по улучшению экологической ситуации в Балхаше и Жасказгане. По его словам, это поможет наиболее эффективно решать самые острые проблемы в отдаленных городах и принесет больше пользы их жителям. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде назначили нового Акима. Им стал Ермагомбет Буликпаев. Экс-градоначальник Нурлана Убакиров занимал этот пост шесть лет. Шестилетка Аубакирова окончена. Экс-градоначальник освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. На его место пришел Ермагомбет Буликпаев, ранее занимавший должность заместителя Акима области. Ермагомбет Кабдулович родился 2 сентября 1975 года в селе Успенка Щетского района Карагандинской области. Трудовой путь начал в 1996 году в должности экономиста темиртаусского филиала Каскоммерцбанка. В последующем прошел путь от главного специалиста Министерства индустрии, энергетики и торговли до госинспектора администрации президента Республики Казахстан. Награжден орденом Курметы медалью Ерен Енбекушен. Перед новым главой областного центра стоит две основные задачи – решить вопросы коммунального хозяйства и общественного транспорта. И к другим новостям. Карагандинские пожарные занялись непривычным для себя делом. Они чистят дымоходы в частных домах. В регионе с 15 августа по 15 сентября прошел месячник пожарной безопасности. Мероприятие направлено на разъяснение населению мер безопасности в предстоящий отобительный период. У вас 5 детей, мало ли, сколько несчастных случаев было. Очень много. Да, сами понимаете, угрозы, поэтому элементарно вот эти вещи, просьба, тоже поддерживать, соблюдать по системе отопления, по дымоходу тоже минимум один раз надо. В 3 месяца производить очистку и непосредственно перед началом отопительного сезона. Обычно очистить дымоходы – это обязанность хозяев дома. Но в рамках месячника пожарной безопасности сотрудники противопожарной службы решили помочь тем, кто не в состоянии самостоятельно взобраться на крышу. К примеру, как в этой многодетной семье. Спасатели очистили дымоход печи от скопившейся сажи, установили датчик угарного газа, а также установили предтопочный лист. Обратился в первый раз. Вообще я сам это делаю. Спина болит, поэтому как бы обратился. А так это все сам делаю, сам чищу, сам лазю везде. Оперативно, хорошо, все приехали, все сделали. Очень хорошо помогли. Большое им спасибо за это. В департаменте по чрезвычайным ситуациям отмечают, что сегодня активизировалась профилактическая работа. Спасатели посетили свыше 7 тысяч домов социально уязвимых слоев населения. Установлено 139 датчиков угарного газа. Проводятся инструктажи с населением. По желанию домовладельцев проводится обследование. Также в рамках данной работы при поддержке неправительственных организаций, местных исполнительных органов оказывается помощь населению. Той категории людей, которая самостоятельно не может устранить выявленные замечания. В принципе, данная работа продолжается. Отопительный сезон у нас будет проходить более 6 месяцев. В этот период, в принципе, нами эта работа будет продолжаться. Спасатели продолжают проводить подворовые обходы. Гражданам напоминают о необходимости подготовки отопительных систем к длительной эксплуатации. Отмечается, что с начала нынешнего года на территории области произошло 980 пожаров. Погибло 18 человек. Согласно статистике, эти показатели лучше, чем в прошлом году. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Во время строгого карантина плановое лечение пациентов в поликлиниках и больницах было приостановлено. Тем временем медики сообщают, что COVID-19, как и любой вирус, обостряет хронические заболевания. Как этот период прошел для сердечников, расскажем в следующем сюжете. Хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь, стенокардия, острые коронарные синдромы, артериальная гипертензия. Для половины пациентов с такими диагнозами коронавирус прошел заметно сложнее. У нас во время сезонных эпидемий гриппа, у нас часто увеличивается количество обращаемости, в том числе количество острых сердечных состояний, которые требуют госпитализации. Связано именно с гриппом, с высокими температурами и так далее. То есть то же самое и при коронавирусе. Консультацию специалистов сердечники несколько месяцев получали в онлайн-режиме. Попасть в больницу было возможно только в остром состоянии. Там первым делом пациента проверяли на наличие катаральных явлений. При подозрении на COVID-19 больного изолировали. Медперсонал посещал палаты в полной экипировке, противочумном костюме, маске и перчатках. Во время коронавирусной инфекции, да, было и после этого были ситуации, связанные с увеличением острых состояний. Потому что коронавирусная инфекция, как уже известно, это проблемы с кровью возникают, тромбозы. Соответственно, эти пациенты, у них развиваются тромбозы в острые артерии сердца, в том числе. С формированием острого инфарктомикарда они поступают к нам. Специалисты отмечают, что возросшее число осложнений не критическое. Совсем немного превышает показатели прошлых лет. Кардиологи рекомендуют придерживаться самых обычных правил – принимать назначенные препараты, поддерживать иммунитет, соблюдать масочный режим и дистанцироваться. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 1 октября город Цимиртау отметит свой 75-летний юбилей. В связи с ограничительными мерами традиционный праздничный концерт решено провести в необычном формате. Фильм-концерт должен заменить традиционное праздничное мероприятие. Съемки начались 19 сентября, завершатся в течение недели. Для работы пригласили режиссера-постановщика Карла Гашажиеву, который имеет большой опыт организации массовых мероприятий. Очень рады отозваться на приглашение. Мы приехали с Алматы. Рады, что Цимиртау 75 лет, 60 лет казахстанской магнитки. К сожалению, то, что происходит в мире, коснулось за дело каждого казахстанца. Пандемия. Но это не значит, что люди должны жить без праздника. Это не значит, что мы должны забыть такие памятные даты. Фильм будет состоять из 10 клипов, связанных между собой одной идеей. Задействованы темиртауские исполнители и творческие коллективы, которые предварительно прошли кастинг. В фильме прозвучат как ретро-композиции, так и новинки. В каждом клипе будет своя история, снятая в одной из локаций города со своей стилистикой и костюмами. Режиссер поясняет, ее задача – показать город по-новому. Моя цель, чтобы этот фильм, концерт, я хочу сказать, что мы снимаем, чтобы он в итоге показал казахстанцам, что город жив, город с остальным характером, город с широкой душой и самое главное – город настроен на будущее. Я буду стараться это сделать. Готовый фильм будет презентован во Дворце культуры 1 октября. Также трансляция пройдет по областным телеканалам. Клипы планируют разместить и в социальных сетях, чтобы все жители города смогли увидеть фильм-концерт в праздничный день. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Жители Темиртау могут принять участие в распределении бюджета на благоустройство. В городе Металурга стартовал проект «Бюджет народного участия». Все предложения участвуют в конкурсе. По его итогам лучшие включат в план по благоустройству. В Темиртау проект стартовал 17 сентября и продлится до 7 октября. Горожане могут вносить свои предложения по озеленению города, об устройству и строительству тротуаров, арыков и пандусов, созданию и ремонту парков, скверов и пешеходных зон. Также на конкурс принимаются проекты по ремонту бордюров, брусчатки, подпорных стен, ликвидации свалок, установки и ремонту спортивных, тренажерных и детских площадок. Обязательное условие для участия проекта в конкурсе – актуальность для большинства жителей города. Проект должен представлять собой электронный файл с подробным описанием, фотографиями или чертежами предполагаемого благоустройства и примерным расчетом его стоимости. Не будут приниматься предложения, которые предусматривают реализацию коммерческих проектов. Подать предложения можно на сайте Акимата Тимиртау. Напомним, что проект «Бюджет народного участия» реализуется в Казахстане по инициативе главы государства. В прошлом году в качестве пилота проект был реализован в Алматы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте дистанцию. Ну а мы будем и дальше держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!